На дзен есть две категории авторов. Первая категория своим трудом каждый день пытается заработать, у них что-то не получается, но они пишут, и это достойно уважения. Вторая категория состоит не совсем из честных авторов, из тех, кто пытается всякими хитростями, уловками, обманом как-то выкрутиться и заработать. Так вот самое плохое, когда вторая категория начинает использовать в своих корыстных целях первую категорию. Как знаете, в биологии там это называется паразиты. Так вот сегодня мы как раз поговорим о такой категории авторов, вернее даже не авторов, а людей, которые используют вот такие вот схемы, пытаясь на ком-то другом, на чужом труде заработать. Их совершенно не волнует, что честные люди от этих их действий страдают, теряют каналы, теряют заработок, да самое главное теряют просто веру в честных людей. В общем, это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится и мы начинаем. В общем, с чего началась эта история. Мне написал мой подписчик с ютуба. Дальше я буду показывать скрины его переписки, прошу не судить его строго, потому что он пишет на дзене, но на казахском языке. По-русски он прекрасно понимает, но вот не владеет в совершенстве. Так вот о чем эта история? У него был свой канал на Яндекс.Дзен. Он как бы и сейчас есть, просто уже ограничен. Канал этот был примечательным тем, что имел метатег Оу, то есть в перспективе статьи бы там прекрасно крутились и монетизацию, скорее всего, одобрили бы намного быстрее, чем на канале с метатегом Нон. Но канал этот он вел не очень активно, статьи писал не очень часто, причем статьи были, насколько я понял, про биржу, то есть он писал про биржу, а это не самая популярная тема на Яндекс.Дзене, есть намного больше популярных интересных тем. Но, тем не менее, канал Soul, он как бы только учился, смотрел мои видосики и не спешил никуда. Но, как известно, каналы с метатегом Оу это лакомый кусочек для всяких мошенников. Почему они так ценятся, почему их так хотят купить, об этом я рассказывал в одном из прошлых видео, я его в подсказках прикреплю, посмотрите. В общем, в личку ему написала одна девушка, которая впоследствии, как оказалось, вовсе и не девушка, но об этом чуть позже. Он с ней начал переписываться в надежде на плодотворное сотрудничество и, в общем, показывал их переписку, как она есть, смотрите. В общем, некая Соня Решетникова. Соня Решетникова пишет следующее. Добрый день. Хочу предложить вам развить ваш заброшенный канал. Ссылка на канал. Прибыль 50 на 50. Работа с меня, с вас канал. Данных никаких давать не надо. Вот уже после фразы «не отдельно каких» следовало завершить сотрудничество. Мой подписчик не очень хорошо владеет русским и поэтому как бы, ну, прокатило. Вообще никаких пишется слитно и через «и». Никаких. Данных никаких давать не надо. Интересно? Она его спрашивает. Ну, не она на самом деле, но об этом позже. Добрый день. Вы хотите купить канал или как? Он у нее уже спрашивает. Хоть слово там про покупку есть? Э, пацанчик, каналы на Дзене есть? А если найду? Ну, как бы уже после вот таких вот фраз было понятно, что ты с гопником общаешься, а не с какой-то там девушкой, которая каналы выводит. Хорошо. Что хорошо? Давайте к делу. Какие материалы вы пишете, контент, если у вас канал ваш? Тут наша Сонька разошлась с заготовленными шаблонными сообщениями. «Развивать канал я буду в основном автотематикой. Она больше приносит показов. И там реклама стоит дороже. Может и другая тематика в зависимости. То, что будет на сегодняшний день больше давать показов. Как выведу на монету 2-3 дня. Пойдет прибыль. Выводить будем на ваш кошелек. Мне не принципиально. Если все честно, будет с вашей стороны. Ох уж эти мошенники. На каждом шагу их обманывают. Тут боится Сонька у нас, что ее обманет автор. Если все честно будет с вашей стороны. Такое замыливание, скажем так, истины. Прибыль с монеты примерно полторы-две тысячи рублей в день. Неплохая такая прибыль. Для того, чтобы я приступил, вам нужно будет дать доступ через редактор канала по моей почте. Чтобы в данном случае слитно пишется. Безграмотный выводитель, блин, каналов на Яндекс.Зен. Там есть такая функция. Доступ нужен либо администраторам, либо редакторам. Чтобы я могла работать с каналом, не дергая вас. Здесь, чтобы надо было опять слитно написать, она опять раздельно написала. Никаких логинов и паролей мне не нужно. Никаких, никаких, никаких. Слитно, блин. И через И. Вот на эту почту дайте доступ. Если готовы работать, то даете доступ и напишите мне. Я приступаю к работе. Я добавил вас ей, он пишет. Да, все отлично. Отправляю запрос в ТП на проверку ограничений. И после уже составлю план действий. Добавьтесь, друзья, вот на этот аккаунт. И в сообщении напишите ссылку своего канала. Чтобы в дальнейшем я вас, чтобы слитно опять надо было написать, идентифицировал по нему. Идентификатор, блин. Это мой постоянный рабочий реальный аккаунт. А тут аккаунт для рассылки. В канале нет никакой ограничений. Ну, человек по-русски не очень хорошо пишет. В общем, тут наша подруга Сонька Золотая Ручка. Ну, вернее, просто Сонька. Начала химичить с каналом. Удалила все статьи, которые были. Стала выкладывать свои статьи. И тут наш автор заподозрил неладное и стал ей писать как бы. Добрый вечер, он ей пишет. Вы сказали, что пишете автотематика. Там нет никакой материала. Одни спамы. Нет никакой текста. Одни и те же слова. Чем смысл этих видео спамов в канале ограничения? Что именно? Когда вы писали мне, там метатек ол был, а теперь нон. И это и есть ваш план? Значит, я прав. В канале спам видео, купите рекламу, это все вы сделали специально. Как-то надоел. Я устал объяснять что-либо. Ну, по крайней мере, он о себе в женском роде. Шифруется? Да вам нечего сказать-то. Я не каждую секунду пишу. Читать научись внимательно. Я написала, что буду писать то, что приносит больше показов. Не устраивает. Удали доступ и вали на все четыре стороны. Сидеть и отчитываться не буду. Если я ставлю такие статьи, значит так нужно. Ну, вот, собственно, после того, как канал-то был слит, после того, как внесли там ограничения, техподдержка Яндекс.Зен заблокировала канал. После этого, как бы, вот в таком ключе стал общаться этот мошенник и говорить, не нравится, как бы, ну и удаляй доступ. Ну, естественно, канал-то ему больше особо-то и не нужен. Ограничения в тебе с твоей логикой, а с каналом все в порядке. Ага, в порядке. Это, кстати, аккаунт уже не Сони, а какой-то Светланы Ермоленко, то есть второго фейка, на который мошенник просил добавиться. Ну, то есть уже как бы понятно, что ты не с Сони общаешься, раз она тебя с одного аккаунта на другой пересылает, и у нее несколько женских страниц. Вот. Но он ей довольно вежливо пишет, во-первых, здравствуйте. А она ему, во-первых, нечего меня отчитывать. Все просто, не устраивает, удаляет доступ и точка. Ну, канал, как я уже сказал, совершенно не нужен уже, и человек это совершенно ей не нужен теперь. Я не просил отчета, мне это неинтересно. Тогда и нечего задавать глупые вопросы. Придет монета, я напишу. Но монета, как вы уже поняли, не придет. Там нет текста, я об этом спрашивал. И все, мне не надо отчета. Там есть все, чтобы статья, что бы слитно надо было писать, работала так, как надо. Как и что, я не буду рассказывать. Хорошо он ей пишет. Вы говорили на канале, нет ограничений. Там не только ограничения, а метатэк другую же. Или вы это специально? Спокойно, все идет по плану. Все у нее по плану идет. По ее плану, как бы, не по плану автора этого. Что именно? Когда вы писали мне, там метатэк ол был. Собственно, на этом моменте данный автор, как бы, и заподозрил что-то неладное. И написал мне, что так и так, посмотри, Игорь, что тут происходит. Что это за человек? Что ему вообще от меня нужно? И выводит ли он вообще мой канал на какие-то показатели? Или обманывает меня? Я, естественно, прочитал переписку. Было прям сразу понятно, что это обман. Но я решил залезть на этот канал, посмотреть, что там наделал этот продвигатель. Можно ли вообще спасти ситуацию? И, собственно, в чем обман? Зачем ему нужен был канал этого автора с метатэгом ол? В общем, давайте я вам покажу, что там происходит. Собственно, вот этот продвигаемый канал. Новости на Руси он называется. Небольшое описание. И в основном вот тут у нас президент. Откроем статью, посмотрим. Ну, что-то про МРОД, что-то про пенсии. Какие-то волнующие всех темы в заголовке. Зарплаты и пенсии. Но смотрим. Здесь у нас видео сразу под картинкой. И, значит, вот и какой-то текст внизу. Причем странно отформатированный очень. С какими-то зелеными галочками. Но, так понимаю, тут текст не главное. И вот так вот мы прокручиваем, смотрим. Рекламы, конечно же, внизу нет. Но по всему тексту вставлены видео. Причем несколько этих видео. Очень странно вот это вот все выглядит. Ну, давайте дальше посмотрим. У нас тут про Дом-2 придет какой-то участник. Давайте откроем эту статью. И дальше смотрим. И тут тоже вот видео сразу под фотографией. То есть видео в основном. И здесь у нас пособие 1000 рублей. На каких детей хотят ввести новую выплату. Ну, то есть довольно такое вот кликбейтное название. Такие вот, которые должны привлекать внимание. Из-за которой в Яндекс.Ден, скорее всего, забанили бы. Но вот здесь вот у нас опять то же самое. Текст какой-то. Дальше вставлено видео. Все вот эти статьи, они оформлены по одной и той же схеме. То есть в основном видосики. А текст, он здесь так. Не для чего. Давайте еще посмотрим. Ну, откроем еще одну статью. Кстати, вот здесь вот 329 дочитываний. Скорее всего, вот эта вот статья как раз и не была забанена еще. То есть она еще крутилась. Ну, тут видео. Давайте откроем, наконец, видео. И посмотрим, в чем же секрет. Пропущу рекламу сразу, но скажу, что реклама была. Видео какая-то пенсионерка рассказывает про выплаты. Но суть-то в чем? Здесь у нас ссылка идет на Яндекс.Эфир. Переходим. Потом посмотрим, что там за канал был на Яндекс.Эфире. Прокрутим дальше. Включим опять видео. Опять тут была реклама. Я ее опять пропущу. И, собственно, опять здесь видосики. Но они опять ведут на Яндекс.Эфир. Собственно, насколько я понимаю, человек берет канал СОУ и продвигает вот таким вот образом, встраивая в нормальные каналы свои ссылки на видео. То есть, по сути, он убивает чужой канал, а весь трафик сливает на свой канал. Ну, давайте, наконец, посмотрим, что это за канал такой на Яндекс.Эфире, который не совсем честными способами, паразитировая на других каналах, вот так вот пытается заработать денег. Первое видео ведет на канал Иванов Иван110. Ну, у нас всего три видео. Давайте посмотрим, куда ведут остальные. Второе видео тоже самое, канал Иванов Иван110. Ну, вот опять же, тот же самый канал. И третье видео тоже канал Иванов Иван110. Вот такой вот нечестный канал. Причем у него такие вот, сами видите, какие видео на канале. Такие вот пенсионеры должны обязательно взять эту многоточие. Негласные изменения в правилах ПФР. Какие документы требовать от ПФР. Что-то там про президента, что он внес какие-то поправки, которые нужно знать каждому. В общем, такой вот канал с кликбейтными довольно заголовками, с обманом зрителя. Можно прористать его канал в самое начало, ну, посмотреть, сколько у него вообще видео. И всегда ли он занимался такой вот чепухой. Или у него были на канале вообще нормальные видео. Но что-то мне подсказывает, что нормальных видео у него на канале совсем и не было. Вот, тут какие-то вот про Дом-2 началось. То есть, ушел в политику потом. Про религию. Интересно, как у него религия с обманом людей сочетается. Ну, все понятно. В общем, с локаналом певцы, шоу-бизнес, Госдума. Самые хайповые темы. Лишь бы люди смотрели. Ну, я думаю, вы поняли, в чем суть данного мошенничества. Человек находит доверчивых авторов. Заверяет их, что будет продвигать их каналы. Нужно делить там прибыль 50 на 50. Вы, я вот честный человек. Вы меня сами не обманите. Ну, и если удалось втереться в доверие, он берет доступ, начинает якобы продвигать канал. То есть, выкладывает какие-то такие вот хайповые заголовки, хайповые темы. Но там в этих темах, в этих статьях, которые даже и не статьи, ну, собственно, текст там не имеет никакого значения. Главное, чтобы люди переходили. А переходят они когда на статьи? Там их встречает видео. Вот такое вот очень популярное, скажем так, желтое видео. Дзен, алгоритмы Дзен сразу этого не видят. Текст как бы есть и ладно. А вся суть как раз в трафике на видео. То есть, Яндекс.Эфир сам по себе не продвигает видосы. А тут такая схема брать чужие каналы и с помощью этих чужих каналов продвигать свои видео на Яндекс.Эфире. Там, как я уже вам показывал, если включить это видео даже в окне Дзена, включается реклама. И то есть, копеечка вот этому вот автору, скажем так, какой он автор на самом деле? Никакой он не автор. Но деньги зарабатывает. В итоге он получает свой трафик, но через некоторое время, через пару статей, Дзен, алгоритмы понимают, что что-то тут не так. Канал ограничивают, автор, которому обещали продвижение, остается ни с чем. А вот этот вот не совсем честный продвигатель идет искать следующего доверчивого автора, чтобы опять попросить у него доступ к каналу. И как вы сами сейчас видели, кто-то ему верит. Что бы я хотел вам порекомендовать? Никогда никому не доверяйте просто так. Особенно тем людям, с которыми вы лично не знакомы. Даже тем, с которыми вы лично знакомы, нужно доверять, но, так скажем, проверять. А уж если человек просто так говорит, давай я выведу твой канал, буду на него писать, а доход будем пополам делить, то тут очевидно что-то не так. Ну, никто не будет просто так ваш канал на монету выводить, а потом делить с вами доход поровну. Какой в этом смысл? Если человек умеет, он просто свой канал выведет на монетизацию, если он умеет, и будет весь доход себе забирать, а не отдавать вам половину только потому, что канал ваш. В чем, собственно, уникальность-то? В том, что у вас канал с метатегом All, ну так такие каналы легко купить на какой-нибудь бирже. Ну, пусть он там стоит где-то 2-3 тысячи рублей, это самые дорогие. Так вот, он покупает за 2-3 тысячи рублей, выводит на монетизацию, и весь доход уже забирает себе. Так что перед тем, как предоставлять кому-то доступ к своим ресурсам, 10 раз подумайте, проанализируйте и решите, а честен ли данный человек с вами, а выгодно ли ему это на самом деле? Если не выгодно, если есть какие-то сомнения, то лучше не связывайтесь. Ну, а у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, будьте осторожны на инстаграм. Тоже подписывайтесь. До новых встреч. Пока!